Мир вам и Божье благословение Пресвятая Богородица, спаси нас! Мы часто обращаемся с вами к иконам Божьей Матери и титулованными Смоленская, Иверская, Казанская, очень много И вот сегодня слышим Азырянская Икона явила себя в растительном мире, в камышах или в траве На реке, недалеко от реки Озерка, это на Украине, Харьковская область Крестьянин во время сенозаготовки, косой даже ее рассек Услышал тяжелый возглас человеческий, испугался Стал оглядываться, искать, нашел икону Принес ее домой, а утром не обнаружил Волновное оказалось на том же месте с маленьким шрамом Доска, как плоть, срослась Тогда понесли в храм, поставили И с тех пор начались многие чудеса От этой иконы Чудеса исцеления Очищение от бесов бесноватых Нахождение партнера для брака Обнаружение вора или убийцы Как бы широкий спектр Участие Матери Божией в судьбах человеческих Пресвятая Богородица, спаси нас И помогай нам Как разубедить человека, который разочаровался в священниках? Ну вот этот вопрос актуальный Во-первых, священники люди С такими же качествами Как и каждый человек И такими же Органическими явлениями Нервной системы, психики, физиологии И так же подвергаются сильному воздействию темных сил Чем-то он не ответил на требования вашей души Что-то совершилось такое Что оставило тяжелый осадок Одного нельзя забывать Что священник, человек, который говорит человеку о Боге О Евангелии О спасении И человек начинает процесс своего спасения А священник лишь может быть Направляющей силой По Евангелию Если сам человек запутывается И неудивительно, что священники могут отпасть от Христа Особенно в 21 веке По разным причинам И церковь их осуждает Проклинает и предает дьяволу Это уже не священники А человек, верующий, остается всегда святым Всегда желанным Господом Поэтому не в священнике надо разочаровываться А понимать, что бедный этот священник Упал в грех, который, наверное, соблазнил вас А может быть он сказал правду Не бедный, а святой священник Но так сказал, что показалось грубо Так надо прислушаться к себе И не искать оправданий Причин очень много Если веруем в Господа Какая нам разница, какой священник Важно, что он священник, обреченный правом и властью Прощать грехи и совершать божественную литургию ради нашего спасения Если взрослый человек хочет покреститься Нужно ли ему будет каяться за те грехи, которые он совершил до крещения Конечно, священник спросит Но не обязательно Само крещение очищает и сжигает грехи Но крещение связано с покаянием Обязательно Уже решение принять крещение Свидетельствует, что взрослый человек Раскаивается всем том, что он прожил До вступления в союз с Господом И он хочет начать новую жизнь, подражая Господу и Иисусу Христу Поэтому там уже будет решать священник вместе с крещаемым Или исповедь будет совершаться Или даст время покаяния в виде молитв Или еще там какие-то образы Так что покаяние обязательно и необходимо Без покаяния не бывает крещения Мир вам и Божье благословение Вся беда в мире в том, что грех накапливается Огромной пирамидой на душах людей Всего земного шара Потому что они не каются И не приступают К великой силе Таинство крещения воссоединения с Господом Стремитесь войти в Советы с Богом И в Его любовь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok